Ну, привет! Рада вас приветствовать на четвертой лекции «Школа волонтеров карты деревьев Екатеринбурга». Я Анастасия Котакова, и сегодня я вам расскажу, как именно считать деревья. Но я вижу, да, все, кто были на первой лекции вместе сегодня, это очень радует, наверное, и почти все. И мы, прежде чем приступить к прикладной части, все-таки вспомним, с чего мы начинаем. Какие у нас есть ли и цели, какая у нас миссия и какая у нас зеленая мечта вообще. Каким мы хотим видеть город Екатеринбург и почему мы этим вообще начали заниматься. В идеальном мире мы имеем такую прозрачную систему, в которой мы открываем сайт конкретный, который все знают, видим, какие деревья в городе есть, какие требуют ухода, какие требуют замены, где какая последовательная замена будет производиться. В прекрасных питомниках ждут в своей очереди конкретные виды деревьев, которые будут высажены в конкретных местах. Это такой прекрасный план, если карта деревьев будет существовать, если бизнес-администрация и неравнодушные жители будут иметь к ней доступ и одинаково, серьезно к ней относиться, если будет конкретная последовательность действий, у всех единая и прекрасная. Ну а на самом деле сейчас мы имеем дело не совсем с такой историей. Это нас, наверное, многих мотивирует, чтобы так не было. Поэтому мы и занимаемся какой-то активностью. Как многие могли уже увидеть, у нас сегодня даже было почти в планах начать практику с... Некоторые из нас уже даже попробовали. Начать практику с того, чтобы вызывать полицию к тому месту, где пилят деревья. И вам не кажется, что это правильно и законно. Но мы все-таки решили, да, заняться картой. И поэтому едем дальше. С чего мы вообще будем начинать? Сейчас я вам не предлагаю хвататься за свои телефоны и наводиться на этот QR. Мы сделаем это чуть попозже. Просто вот... И эти же QR есть распечатанные на столах. Кому как будет удобнее. Либо с QR-кода, либо вводить буквенно со своего телефона просто в поиск. Выход на сайт. И как только вы один раз зашли, вы сможете сохранить его в качестве приложения. И оно уже будет у вас на рабочем столе телефона. И каждый раз эту ссылку искать или QR искать не обязательно. Это один вариант. И тоже было бы счастье да не счастье было. Кто-то там добавил у нас казино на наш сайт парков и скверов. И мы подумали, а что теряться. И добавили выход на сайт конкретно карты с группы парки и скверы. Потому что если потеряется у вас QR-код или доступ или приложение, можно через эту кнопочку это приложение найти. Ну конечно же там будут еще посты закрепленные, еще какие-то вещи. Но вот такие быстрые способы нахождения карты мы вам предлагаем. Так, что вы увидите, когда вы... Ну-ка, первая парта. Что мы видим, когда мы попадаем на сайт деревьев? Мы... Как бы не такой уж большой функционал, можно и не заблудиться. Мы можем зайти на карту, это вот прям по центру, да, у нас кнопочка. Либо вот войти и зарегистрироваться, если вы не зарегистрированный пользователь. Также есть небольшая текстовая часть, зачем мы считаем деревья. Она полезна не только для обновления какой-то самомотивации, зачем мы считаем деревья, но и если, не знаю, вам в чате с соседями иногда приходится какие-то доводы приводить, можете, да, там скопировать, вставить и отправить. Иногда очень полезно бывает, когда вас переполняют эмоции, уже какой-то уравновешенный текст иметь под рукой. Что мы можем делать, пока мы еще не зарегистрированные пользователи? Ну, мы можем зайти на карту, либо войти и зарегистрироваться. Ну, прежде чем мы зарегистрировались, у нас тоже есть некий набор инструментов, которыми мы можем пользоваться. Карту можно приближать, удалять. Это можно делать как с помощью плюсика и минусов в левом углу, либо, ну, как бы привычным способом, просто раздвиганием пальцев. Можно выйти на полноэкранный режим с помощью левой кнопки. Выйти из этого режима, нажать на эту же кнопку. Ну, тут еще показана кнопка добавить дерево, но пока вы не зарегистрировались, у вас такой кнопочки пока нет. Просмотр карточки тоже, пока вы не зарегистрировались, есть возможность и зайти на, как бы, посмотреть информацию, которая была добавлена до вас. То есть, мы когда тыкаем на дерево, открывается сначала его короткая карточка, где мы можем увидеть его рот, его высоту в метрах и обхват самого толстого ствола. А также одну из фотографий, ну, поэтому первая фотография, которую мы делаем, она наиболее презентабельная должна быть, она как бы, это лицо, в общем-то, карточки. Если хотим узнать более подробно, мы начинаем узнать подробнее, и открывается полная карточка со всей информацией, которую волонтер до вас успел туда занести. Что там есть конкретно, мы рассмотрим чуть попозже. И тоже меню, что мы можем делать с этим деревом. Ну, на данной картинке, на данном цехе, это меню администратора. То есть, администратор может как подтверждать дерево, редактировать его, либо даже удалить чужое дерево, если там, в общем-то, ее куда-нибудь записали. Мало ли кто-то поваловался. Вот. У вас, как у волонтера, будет возможность редактировать свои деревья и удалять, если, например, оно выяснилось, что вы его поставили не в том месте. Тут есть такой нюанс. Наши разработчики пока еще не нашли способа, как можно редактировать местоположение дерева. Поэтому, если вдруг дерево у вас встало не в том месте, то вам оно придется удалять и выращивать заново. Тут есть такой нюанс. С этим будем бороться, но пока вот так. Какими мы видим деревья на карте? Да, я даже еще не сказала, что когда в масштабе города мы видим деревья в виде таких, не отдельных деревьев, а в виде кластеров. Например, вот мы видим, что в центре большее количество кластеров уже создано, чем больше волонтеров, попробовала свои силы. А вот, допустим, в удаленных районах вот по одному дереву отмечены. Как только мы приближаем карту, мы уже видим вот такую картину. Это отдельные деревья у них есть. Они кое-чем отличаются друг от друга. У них есть различные оттенки, различный диаметр кружачков. И вот есть красная отводка и отсутствие красной отводки. Различные диаметры – это различный объем кроны. То есть такой показательный вид. Сразу на карте можем увидеть, что дерево поменьше, а вот здесь вот какое-то размашистое, например, на берегу и сети, вот это ивы с несколькими стволами, это 16 метров такого диаметра. Цвет кружочка – это тоже не случайно, они отличаются по видам деревьев. И красная отводка – это значит, что дерево пока еще не подтвердил администратор, и вы можете в него вносить какие-то корректировки самостоятельно. Как только подтверждение произошло, и отводка пропала, администратор совсем согласился, значит, изменения туда уже относить вы не можете. А если вам показалось, что что-то бы хотелось внести, то вы пишите в личку администратору, и он уже сам как бы что-то исправляет, проверяет ваши данные и вносит. Регистрация. Ну вот, да, мы все посмотрели, что мы можем делать, не заходя в карту, и теперь будем уже становиться волонтерами и проходить регистрацию. Есть два варианта. Либо вводим свою почту и придумываем пароль, а потом его подтверждаем. Пароль не от почты, а какой-то новый пароль. Для меня это супер большая проблема запомнить новый пароль. Поэтому, ну, прям, недавно меняла телефон, да, я поняла, насколько это большая проблема. Для меня в этом проще было зарегистрироваться с помощью ВК, потому что ВК чаще пароль, вы с ним контактируете, и вы больше шансов, что вы его запомните. В чем плюс регистрации через ВК, потому что там есть возможность, если вы забыли пароль, нажать такую кнопку «Вспомнить пароль», да, и он, конечно, проведет вас некоторыми сложными путями, там заставит вас какие-то коды вводить, но есть возможность его восстановить. А на карте возможности восстановить пароль нет, поэтому либо вы его себе где-нибудь записываете, так, где вы точно его вспомните, ну, там вряд ли какие-то деньги с вас снимут, поэтому можно даже носить где угодно, лишь бы он не повторялся с вашими другими паролями. Вот, ну, как бы, в моем случае это было проще зарегистрироваться через ВК, и тоже система запоминает, и, по-моему, даже если на телефоне мы в ВК уже зашли, то, возможно, вам даже не придется этот пароль вспоминать, возможно, он вас так запустит, но это надо проверять, как бы. Вот, и если один раз мы регистрацию прошли, и не выходим из приложения, она, скорее всего, уже, ну, скорее всего, уже не будет спрашивать у вас пароль, то есть если вы самостоятельно выход не нажимали, то, скорее всего, это вас уже беспокоить и не будет. Как только мы зарегистрировались, нас выносит на страничку, где мы снова должны зайти в систему, и вот тоже такой нюанс, что мы, какой способ мы выбрали, только его и используем. Если мы заходили через ВК, через другой способ уже не сработает, это будет два разных аккаунта. То есть как бы тот, который выбрали, тот впоследствии используем только его. Да, вот это про это же речь. Ну и кнопка пароль, да, забыли пароль, у нас пока что не работает. Если мы все эти тернии прошли, мы вас поздравляем, вы волонтер карты деревьев. Как только мы зарегистрировались и у нас появилась надпись, что мы волонтер, я мой волонтер, мы начинаем заполнять нашу карточку. Здесь можно, вот как вам будет угодно, либо вообще все свои данные какие-то с вас спрашивать, систему заполнить, либо, ну, просто свое имя или даже никнейм. Ну, главное, чтобы там был телефон или какой-то способ с вами связаться, если нам надо будет свериться по какой-то информации, которая там на карте будет появляться. И причем эти данные будут даже не у меня, а только у администраторов сервера. То есть они будут храниться за семью печатями, и ваши личные данные не пострадают. Только мы с вами зарегистрировались, у нас появляется волшебная кнопочка «Добавить дерево», которая нас ведет в целый новый мир вот с разными кнопками. Добавляя дерево, прежде чем нажать эту волшебную кнопку, надо вот ряд подготовительных действий предпринять. Но если вы уже стоите на той точке, в неком парке или там на улице или где-то во дворе, недостаточно встать рядом с деревом, потому что не всегда навигатор телефона может вас очень правильно сориентировать. У него, в лучшем случае там метров пять может быть разбег, а в худшем гораздо больше. Поэтому всегда, прежде чем поставить точку, мы смотрим вообще, где мы находимся, между какими тропинками. Как бы учимся ориентироваться в городском пространстве, в общем-то, на пятерочку, потому что, как я уже говорила, важность поставить точку в нужном месте, она велика. Еще и потому что, когда придет следующий человек и захочет отметить, например, дерево рядом, если вы там немножко промахнулись, то ему придется там как-то с вами бодаться, взаимодействовать. Ну, лучше вот максимально, да, со всеми там углами домов, с какими-то дорожками, где там на одной третьей дороге, там где-то посередине. То есть все эти ориентиры для себя как бы увидеть. Удобно, когда в парке, вот как раз удобно, когда дерево попадает в такой конкретный понятный треугольник, и где-то вот в начале, допустим, этой тропинки дерево стоит, и где-то вообще просто ее поставить. А где мы с вами будем проходить практику, если вы, конечно, к нам еще придете на берегу в саду Нурово, да, там вообще очень сложно с ориентирами, но и там приходится пытаться там смотреть на другой берег, где какие-то дома начинаются, заканчиваются, где там не его банк начинается, заканчивается. То есть мы смотрим вообще все ориентиры в городе, которые нас могут сориентировать, где эта точка должна правильно стать. И еще один такой нюанс, что когда мы вот добавляем дерево и начинаем вот этот синенький курсор с такой узкой шейкой ставить, мы его для начала пытаемся поставить вообще в свободное поле, а потом подтягиваем к тому месту, которое мы наметили. Почему это важно? Потому что, во-первых, мы не попадем в другие деревья в попытке поставить рядышком это дерево. Во-вторых, вот таким путем подтягивания, это мы уже опытным путем выяснили, что так удобнее точнее эту точку определить, потому что палец, он как бы не стилус, он как бы толстый, и тут мы можем лучше увидеть, где и в какую точку наше дерево все-таки приземлится. Ну, это такая, да, регистрация и вот эта попытка поставить точку на нужном месте, это два таких сложных момента. Дальше веселее. Вот только мы согласились с тем, что дерево у нас стоит именно в этом месте, нам открывается меню. В этом меню уже автоматически заведено географическое положение, то есть точка у нас стоит по широте и по долготе, и вот какой-то ряд параметров, которые сейчас в последствии, возможно, будут расширяться, а может быть этого набора будет и достаточно. Сейчас мы будем разбираться, как мы наше меню заполняем. Ну, я решила конкретнее пройтись по вообще по всему меню, потому что вопросов явно будет много, как мы тоже выходили в ноябре на эту практику, и нам казалось, что люди по всем разберутся сами, и тут мы решили чуть-чуть поконкретнее по всем рассказать. Зачем нужна высота первой ветви? Для меня на самом деле тоже было открытие, когда я открыла Машу презентацию двухлетней давности. Оказывается, это та самая точка, которая отделяет штамп, ствол дерева от того места, где начинается крон. Ну, тут как бы много было влюбленной лекции в прошлый раз, как бы про то, насколько важен для дерева ствол. Ну, вот такой очень достаточно важный параметр. Высота первой ветви – это не просто какой-то сучок, который где-то там на стволе у нас оказался, а это действительно уже то место, где вот такая прям шапка крона начинается. Вот, у меня это было прям новость, когда я готовила эту презентацию. Вот, как мы измеряем? Если у вас с собой оказалась рулетка, вы невероятно счастливый человек, да, вам не придется своими там головами и ногами и ладошками это все дело измерять, вам расстояние до первой ветви будет достаточно легко измерить. Но если рулетки нет под рукой, а вы там вечером возвращались из магазина и вам нестерпимо захотелось какое-нибудь дерево отметить, то все-таки у вас есть всегда с собой свой рост, и приблизительно вы можете эту высоту первой ветви измерить. Как правило, она там в районе двух-трех метров, ну, если это такие лиственные деревья в городе, ну, определить сможете. Тут тоже такой важный момент, что точность показаний до миллиметра от нас не требуется. Мы все равно примерно будем понимать, что это взрослое дерево со здоровым стволом, с достаточно высокой там кроной. Далее самое веселое. У нас тоже немножко текст, я вам добавлю. Как определить высоту? Самое, ну, да, тоже, как я начала этот вопрос изучать, оказывается, есть там способы с помощью теней, с помощью косинусов, угольников 45 градусов и прочее. Если вам интереснее и более сложнее какие-то способы, можете, да, обратиться к великому гуглу. Но мы вот всегда пробовали наш любимый арховский способ с помощью карандаша. Один глаз закрываем, и опять же наш любимый свой рост отмеряем в дереве, сколько раз он умножится. Тут тоже меня такой инсайт посетил, что можно не только свой рост, потому что мои, например, 165 укладывать в дереве и умножать на 7, ну, немножко бывает иногда сложно в уме, поэтому если до высоты первой ветви вы поняли, что у вас там, например, 3 метра, то вы можете вот это расстояние точно так же отложить, и у вас гораздо быстрее дело пойдет. Ну, и самое простое, конечно, когда рядом есть здание, у здания примерно 3 метра в среднем высота этажа, если это живое здание, если общественное, там надо смотреть, если чуть повыше, может быть, 4, ну, плюс-минус около 3-4 метров, если там 5 этажей, соответственно, и это хрущевка, это все равно 3 этажа, ну, там, получается, типичный 5-этажный дом, это 15 метров, если как бы дерево размером дом, соответственно, такой у него и рост. Ну, еще одна тоже веселая штука, если у вас рядом с собой есть сантиметр, сантиметровая лента или рулетка, ну, и то бывает иногда сложно без дополнительной помощи некоторые деревья измерить, если оно там больше 2 метров, а вам даже отхвата не хватает. Ну, тут тоже есть такие хитрости, вы можете рулеткой несколько раз пройти, там, до какой-то точки, потом снова еще на какой-то точке. Если рулетки в руках не оказалось, то тоже лучше заранее всегда знать, какое у вас расстояние, например, вот от большого пальца до указательного, у меня, например, 15 сантиметров, я еще иногда его сверяю там с телефоном, и примерно вот так и получается. Ну, и вот сколько-то таких оплаток вы можете тоже намерить, и, соответственно, без каких-то измерительных приборов узнать обхват дерева. Ну, это тоже очень такой важный параметр. Вы понимаете, да, как будет на карте, в общем-то, отличаться дерево двухметровое от какой-то маленькой веточки. Это вот совсем недавно домой сделала фотография в парке Хипова, прекрасная такая кедровая сосна, которая хорошо показывает, как можно измерять диаметр кроны. Тоже два варианта. Если есть улетка и есть помощник, можно и без помощника, можно эту длину самой длинной ветви измерить с помощью улетки в одну и в другую сторону эти параметры сложить. Либо шагами. Тут тоже можно дома как-нибудь этот шаг для себя померить. Ну, как правило, я там условно считаю, что шаг – это метр. Соответственно, если там шесть метров в одну сторону, шесть шагов в другую сторону, тут приблизительно получается, что у нас… Ничего себе! Дерево примерно имеет шестнадцатиметровый диаметр. Ну, как можно еще себя тоже, архитектором как бы, проверять, что чувство пропорций нужно свои проверять. Если вы уже там для себя определили, что у вас высота дерева тоже приблизительно шестнадцать метров, и ширина кроны тоже шестнадцать метров, оно, в принципе, вот вы смотрите, вроде похоже оно у вас на квадратик или на кружочек. Ну, как бы оно вписывается. Значит, приблизительно у вас эти параметры измеренные, вычисленные правильно. Количество стволов. Есть еще такой пункт меню. На первый взгляд кажется достаточно простая вещь. Ну, вот подходим, вот вроде ствол, все-все понятно. Но оказывается иногда, что вообще непонятно, что вроде изначально дерево растет с одним стволом, потом на какой-то высоте начинает разбраиваться. Либо сразу два ствола, либо вообще большое количество, как бы даже если это не кустарные, бывают даже деревья. Большое количество стволов, например, у нас в Садунурово какой-то молодец волонтер попересчитал у нашего клёна все стволы, их оказалось девятнадцать. Кстати, я проверяла на карте, подтверждала. Это прям удивилась такому рвению, что все девятнадцать были занесены. Ну, тут как бы индивидуально надо смотреть. Тоже недавно на черемку смотрела, и там казалось, что ствол один, и он раздваивается после. А потом стало заметно, причем именно на черемах, по-моему, это нередко встречается, что они вот так вот переплетаются между собой. На самом деле ствола два. То есть там надо внимательно подходить, смотреть, делать соответствующие, еще и фотографии потом. Ну, а, да, есть как бы все, что у нас раньше было в графах отдельно, как дефекты. И сейчас пока наши чудесные разработчики отнесли в графу примечания. Ну, там у нас пока что вроде нет особо ограничения по знакам, поэтому вы там можете даже оду и поэму, наверное, своему дереву написать. Лучше, конечно, по конкретней. То есть, ну, все, что отличает это дерево от остальных, что вам кажется ненормальным, что является какими-то дефектами. Именно, вот, как тоже Люба на прошлой лекции говорила, очень важно для дерева является целостность коры. Если с корой что-то происходит, это точно нужно фиксировать, какие-то механические повреждения, насекомые там где-то там на дерево попали, грибы этого вырастают, дупла, обязательно вот эти все вещи мы и записываем в примечание, и делаем соответствующие фотографии. Ну, вот тогда. Важно поменять про состояние стволов. Если, возможно, дерево больше 45 градусов, и дерево начинает кому-то угрожать, лучше, конечно, вовремя это зафиксировать. Ну, тут, если уж настолько прям какая-то ужасная ситуация, можно, конечно, какие-то письма писать, и заведомо, в общем-то, да, эту ситуацию, как-то сказать, превентивные действия, предпринимать. Ну, то есть, вот такие моменты, конечно, на карте тоже, естественно, мы фиксируем, но и, как бы, если прям какая-то прям действительно ситуация, которая может достаточно скоро привести к каким-то таргическим последствиям, то лучше, конечно, сразу это, кроме карты, еще куда-то фиксировать и писать. Состояние коры, об этом я уже сказала, что если есть вот такие какие-то повреждения, об этом обязательно нужно тоже фиксировать и на фотографии, как примечания. Состояние ветвей тоже кажется иногда целиком, дерево абсолютно здоровое, а есть какие-то такие ветви, которые могут сказать нам о том, что не все тут так здорово все. Есть какие-то все-таки нездоровые течения в дереве, которые тоже нужно зафиксировать, и мы должны вовремя знать, что с ним, например, можно что-то поделать, что-то, как бы, для его здоровья. В комментарии, ну тут помимо того, что всех повреждений, которые были перечислены, мы можем писать об обрезке, которая с деревом произошла, какая это была обрезка, формовочная, или такая, которая неправильная обрезка. Если вы сомневаетесь, какой вид дерева, это тоже важный, самое первое, не важно, пункт синю, если есть какие-то сомнения, вы можете эти сомнения тоже в комментариях учесть, либо написать уже лично администратору. Ну, такое бывает, как мы поняли, да, туполь от ясеней иногда бывает сложно уличить. Вот, можете завести, как бы, вид, который вы думаете, но в комментариях написать свои сомнения, либо администратору лично писать эти сомнения. Фотографии. Такое важное, вообще, новое появляется в этом приложении, и, наверное, ради чего вообще это было приложение создано, наконец-то, да, у нас получилось добавлять фотографии в деревья. Это последний пункт в меню. У нас появляется сначала такое, перенесите сюда загружаемые картинки или кликните в область загрузки. Ну, мы просто нажимаем на это чёрная олочка, и эта кнопка нас выносит в нашу галерею. То есть, либо мы сделали эти все фотографии заранее, вот я предпочитаю так делать. То есть, я сначала всё про дерево пытаюсь узнать, а потом буду открывать приложение и туда все эти данные заносить, в том числе и фотографии. Ну, по крайней мере, самую первую фотографию, если дерево большое, и его лучше делать, пока вы находите даже подальше от дерева, чтобы оно целиком у вас вошло. Вот. Ну, потом уже поближе подходим, начинаем все дефекты проверять, характер произрастания дерева, там ряд, что-то там, оно мешает расти его корням, есть ли твёрдые покрытия ближе, там, твёрдого метра, тоже можно в примечании кстати написать. Вот. Либо, если вы не такой человек, а такое тоже возможно, вы можете делать всё последовательно, так как вам приложение советуют заполнять последовательно уже в приложении. И уже здесь, когда вы зашли в свою галерею, тут тоже можно нажать камеру, и, соответственно, фотография будет делаться уже пока, ну, вы заполняете и фотографию сделаете в процессе. Тут главное тоже не спешить, пока телефон загружает фотографии, лишние кнопочки не нажимать. Вот когда уже высветилось вот это зелёненькое меню и говорит, всё, у вас успешно всё добавлено, то уже это нажимало. По-моему, даже крестик не надо нажимать на этой зелёной штуке, она сама исчезнет. А потом всё, мы согласились, и у нас считается, что дерево добавлено. Что фотографируем? Это общий вид, какие-то ветки, семена, шишки, если мы рядом сможем их найти. Условия произрастания, но скорее всего в данном случае можно было это и не фиксировать, потому что дерево растёт в парке и у него всё отлично вообще, ему ничего не мешает. Если дорожка ближе, если есть какая-то угроза к корням, или как-то вот вам кажется, что не очень здорово дерево расти, то этот момент тоже лучше зафиксировать. Ура! У нас дерево успешно добавлено. И вот, да, ещё есть такой момент, что вы можете, даже если вы всё добавили и всё дерево у нас есть, вы можете его редактировать путём нажатия на эту точку, которая уже на карте зафиксировалась, либо у вас появляется новое меню «Мои деревья». И если бы там какой-то солнечный день вы решили добавить какую-то фотографию нового, вы можете нажать «Редактировать» и как-то добавлять данные уже в свою карточку, в свою деревню. Так, вот это вот ваш функционал, что вы можете сделать с деревом, когда оно у вас появилось. Вы можете его редактировать на то, о чём я сейчас сказала, добавлять какие-то данные, либо его удалить, если прям понятно, что совсем не там оно установлено, и заново заново его поставить, и заново все данные внести. Это вот кому писать, если что-то не так. И, да, большое спасибо хотелось сказать и Дмитрию Архипову, который участвовал в разработке положения, и также на основе его инструкции была подготовлена эта презентация и Марии Бибиковой, которая делала презентацию со своими скетчами прекрасными деревьями. На основе этой презентации тоже сегодняшний ДПА был подготовлен. Ну вот, типа, теперь в полях. примерно таким образом в ноябре мы это уже пробовали. Сегодня в более замечательный солнечный день мы ни под дождем и ни под снегом попробуем с вами этот порт повторить. Илье Котельникову огромное спасибо за то, что он собрал эту команду. И то приложение, которое мы сегодня будем с вами пробовать, это его заслуга. и это даже не финальный результат, это какой-то постоянный процесс, который меняется, откликается на наши какие-то просьбы. В такое нерабочее волонтерское время у нас такие вот разработчики чудесные. Настя, фотографии долго говорите, что ли? Ну, это я почему предупреждаю, потому что телефоны разные, и иногда это происходит, какое-то время надо подождать. но это все равно быстрее, чем раньше с NextVis'ом было. Количество фотографий ограничено? Да. Хорошие вопросы дадаешь. Фотографии всего пять штук, поэтому фотографируем только самое важное. Огромное количество дефектов фотографировать не нужно, только те, которые самые упиющие. Ну, тоже у меня такая была мысль, оставить еще, ну, всего пять фотографий, оставить еще место, если что-то с деревом произойдет, и мы будем, как бы, выносить какие-то еще изменения, но на самом деле, мне кажется, ну, тут зависит от ситуации, наверное. Потому что, можно быть, наверное, если с деревом что-то произойдет, можно от какой-то фотографии отказаться, а потом добавить новую, там, типа, одну удалить, другую добавить. Поэтому, ну, в общем, пять фотографий, и дальше уже дело вашего творчества. какие вы считаете нужными, когда детей добавляем? Какие слои в деле отлично добра? Потому что разные татуи везде выросли? в идеальном мире так, но пока один свой. Мы, как бы, все свои хотелки накидываем нашим разработчикам, они нам говорят, что они могут быстро сделать, что они быстро сделать не могут. там тоже есть свои ограничения у серверов, у серверов, есть там свои нюансы. В общем, пока так. Если хорошо пойдет, то, возможно, будут какие-то такие дополнения, расширения. Да, много чего можно добавить, согласно с вами. Да, и, конечно, эта ретроспектива, она очень важна. Как бы, каким деревом было, либо оно исчезло, либо оно заменено чем-то. это очень важный процесс. Усты. Ну, на самом деле, их мы можем заносить, да, не можем, не можем. Ну, сейчас нам хотелось бы больше все-таки сориентироваться на какие-то крупные деревья, потому что сирень, да, все, что есть в списке. Можно полистать, высотой как-то определять визуально? сирень, на самом деле, я видела, что если ее формируют, она может вообще прямо в дерево внести, все остальные стволы убирать. Ну, я думаю, что можно, в принципе, там ничего в меню нет такого противоречащего того, что даже в списке она есть, так что да. крупные, смелые портлива, что им отменить на каждую. с порослью мы просто замучаемся, а выхлопа особо не будет. Для нас большую роль играют сейчас именно староозрастные деревья, деревья, которые сильно влияют на среду, у которых большая шапка большая крона. Нимы, да, там есть такая вкладка, которую я не люблю, поэтому я вообще не сказала живое и неживое, соответственно, я описываю все живые деревья, потому что мне вроде кажется, что неживые уже смысла нет описывать, но, тем не менее, действительно, что тут дерево было и теперь его нет, есть и такой пункт в меню, да, дерево неживое, значит, оно требует замены. Если в смысле дерево уже было отмечено, а мы пришли и тут оказался пень, ну, соответственно, мы ставим неживое, да, ну, вот конкретно такого у нас, не знаю, попылающего водки вокруг дерева, чтобы стало заметно, такого нет, мы просто пишем администраторам, а, ну, тут отдельная история, у нас появился новый чат, который мы на еще какой-то карте, да, Аня? Нет, чат. Ну, пока что просто сбор информации идет, да. то есть, если у вас дерево, если убили, я вот только пишу. там 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 девушка, девушка, вы пишите чат называется деревья в парк в парк в парк и скверах, в парк и скверах. в парк и скверах уже можно наносить на карты и релья Что бы восстановительную обновленность на эти месяцы. Надо все-таки заставить восстановительную. Компенсационную. Насадка. Потому что, вообще, количество. Ну, конечно, только качество. Вы свое письмо будете, как бы, с этой информацией писать или нет? Я не знаю. Ну, на самом деле, может, и хорошо, что из разных мест идет информация. Там еще обсчитывают. Вопрос задающего именно по его услугам. Кто рассчитывал? И, значит, удалять дерево большое. Вообще, это многое лучше. Конечно. Ну, удаляйте. Правда моя. У них особо не может упугаться. Стилистик с вами. Ну, все. Отлично. Ну, как я... Еще можно? Да, давай. Все-таки, получается, что на сервере не сохраняется версия старая, которую исправляют. Да? Редактируют. Ну, вот есть дерево, его решили отредактировать. Старая версия, все. Она безвозвратно теряется, да? Ты мне прямо поставил... Ну, в общем... Ну, видимо, теряется, если человек сам отмечал дерево, а потом все стер и написал, что это пень. Как бы, я даже не знаю. Мне кажется... Это будет сохранение периодически. Просто если бэкапы сохраняются, тогда вот как раз то, что говорят, история дерева, она, возможно, вот таким каким-то способом можно ее сохранить. Ну, надо на самом деле отработчиков сказать, что периодически сохранять на данный момент хотя бы раз в месяц. Ну, этот вопрос надо задавать, как ему удобнее и вообще какая есть возможность это делать, потому что, действительно, масштабы... И можно еще вопрос про кибербезопасность? Что за сервера, где они находятся и какой объем информации там вообще может приняться? Не знаю. Все вопросы к разработчикам. Могу их и задать, и потом ответить. Не знаю. Ну, как бы, ты считаешь, что не только у тебя может такие вопросы возникнуть? Ну да, просто кто-то решил взломать, поиграться. И просто удалить все нафиг. А у нас даже не бэкапиксы, например. Не, наверняка разработчики об этом думали. Наверняка у них есть ответ. Просто большая работа волонтеров, если она пропадет, это же... Ну, это уже много раз происходило, когда общественники что-то делают, а потом... Потом негатив возникает у людей. Мы зададим все эти вопросы и постараемся о них написать. «Красный» — это что? Да. «Красный» — это администратор еще не... Ну, в общем, я пыталась именно на то слово, которое там есть. Ну, в общем, да, администратор подтверждает это дерево, что, да, он согласен со всеми данными. Если «красным» обведено, еще не подтверждено. И пока оно «красным» обведено и не подтверждено, ты свое дерево можешь продолжать редактировать. Как только я не шла время... У нас не так много администраторов, потому что не так... Ну, их хотелось бы, чтобы стало больше, на самом деле. Это, грубо говоря, тоже еще один вопрос. Как бы... Те волонтеры, которые готовы не только их отмечать, но и ходить за другими волонтерами и проверять... Тот очень даже запросто... Любой из тех, кто здесь сидит, может стать администратором, там как бы... Зеленое — это уже подтверждено, и ты уже просто пишешь личку администратору, и он как бы вносит какие-то данные, если они не соответствуют реальности, как ты считаешь. Как только администратор подтвердил, уже не администратор, уже ничего не сможет. Вот я говорю, у меня сейчас... Прежде чем продолжить работу в Сагинурово, мне нужно подтвердить, например, деревья, которые были отмечены осенью. Потому что там было уже совсем холодно, и было невозможно как-то с ними работать. Вот. Я буквально, не знаю, потратила часа 3-4, наверное, и отметила деревьев там 15, наверное. Ну, проверила как бы все данные, добавила каких-то фотографий весенних. Ну, это как бы достаточно много, занимает даже проверку на то, что мы не сидим. А на каждой, когда они появляются, когда красный на щепожочек, или как для других пользователей? Для других пользователей они видят все деревья. Просто вот они и красные, и не красные. Вот. Если мы все... Пока что все вопросы... Можем сделать небольшой перерывчик, а потом уже пробовать регистрироваться на сайте, и когда мы все зарегистрируемся, можем выйти в ближайший скверик напротив «Правмонии», и там буквально 15 прекрасных деревьев. Можем по одному, по два каждый сегодня отметить, понять, как это делается. И вот. Можно ли я зарегистрироваться? Я еще вопрос задам. А ты уже зарегистрировалась? Да, уже зарегистрировалась. Системная работа в каких-то больших скандерах? Наверное, мы их не понимаем. Суббой. 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 И у нас там определенную скандерацию города. Суббой. Суббой. Ну, на самом деле, да, мы как в последний год гастроль запланировали эту школу. Потому что изначально, как бы, все начиналось с того, что у нас был грант или не грант какой-то, и все это дело. Потом грант исчез, но школу мы все равно сделаем, в надежде, что найдутся еще последователи, которые хотят продолжить нашу скорбную труд. Ну, как бы хочется до последнего, да, не закапывать себя пока что. Ну, такой первый план, который у нас был еще и в ноябре, это отметить деревья возле сада Лурова. Это почему нам казалось важным, потому что разработка проекта уже вовсю идет, этой набережной. Работчики еще нет, поэтому мы такие, как обычно на розовых пони, мечтаем о том, что если мы там все отметим и напишем какое-то рекомендательное письмо, то разработчики, которые будут именно рабочими заниматься, обратят внимание на то, что какие у нас прекрасные, там, длинные проекты. Она будет, уже есть эскизный проект, он как бы, в нем не так все плохо, но есть нюансы. Вот, все. Про перспективы я не представляла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова